с пиарной науки технологии образования. До этого в течение нескольких лет делала акции экологические больше с акцентом на B2C. То есть они не были связаны с политикой, они были связаны скорее с системой жизни. Ну и такой мостик из этой технологии в технологии общего назначения у меня случилось в 2014 году. Хочу сразу отметить, что в рамках моей работы мы работали с достаточно широким кругом клиентом, это как коммунические стартапы, как университеты, то есть и маленькие и большие. Мы акцентируемся на работе со СМИ, мы не акцентируемся на социальных медиа, мы не делаем рекламных материалов, то есть мы не работаем с платными каналами. Но все эти каналы и все возможности, которые у вас есть, они всегда должны у вас быть перед глазами в качестве общей картинки. И вот сейчас к такой общей картинке я и хочу рассказать. Презентации у меня нет, но у меня есть маркеры. Во-первых, в качестве вводности. А кто вообще занимается внешней коммуникацией? Если присутствующих. А остальные? Остальные решили хорошо провести вечер? Отлично. По ходу моего рассказа можно и нужно задавать вопросы, уточнения, можно перебивать, чтобы не терять мысли. и в целом чувствовать себя свободно. Начать я хочу с того, что каждый раз, когда мы обращаемся к людям, а мы всегда обращаемся именно к людям, к конкретному человеку, нужно держать в голове примерный портрет того, к кому мы обращаемся. И говорить этим человеком, даже если это какой-то усредненный человек, на языке, который... на том языке, который он поймет. А язык называется язык его потребностей. Вот как экологические активисты, люди, которые делают компании, призванные пробудить в других людях какие-то эмоции, как выделяете потребности в своей истории? Вопрос за вами. Сейчас мы к этому придем. Потребности. Для того, чтобы сформулировать потребности и понять, как это вообще... собственно, с чем мы работаем, нужно знать, что базовых эмоций у человека всего 7. А в некоторых классификациях 8 мы отполкнемся от 7. Из этих эмоций всего 2 хорошие, остальные 5 классификации. Первое хорошее — это удивление. Тот самый вау-фактор, который ввел в оборот Виктор Пелевенко, на котором строится большинство вообще современных медийных компаний. если у компании нет вау-фактора, она, скорее всего, не будет вирусной, потому что у людей не будет вот этого вот мгновенной реакции удивиться и поделиться. Вторая эмоция — радость. Она не очень вирусная, но тем не менее мы со своей стороны всегда закладываем какой-то элемент радости в своей компании, потому что, собственно, пугать людей тоже совсем не хочется. Дальше пошли эмоции не очень приятные, но в целом полезные для пиарщика. Презрение. Страв. Гнев. Давайте остановимся на этих. Следующая эмоция какая-то совсем не вирусная. Надо понимать, что каждая из этих эмоций имеет свои градации. Например, раскладывая гнев на некоторые градации, мы получим в нижней градации раздражение. Я и культурную руку подняю. А в верхней ярость. Понятно, что давайте людей до ярости совсем не хочется. Да. Можно, да? Да. Спасибо большое. По поводу вот этих всех плохих штучек, пиарщик должен их уметь, да? Пиарщик должен уметь. А? Обязательно. Обязательно. Я сейчас доведу нас до конца. Мы презентуем и мы с гниалом рассказываем, да? Нет. Нет? Я понял. Просто я неправильно понял. Спасибо. Соответственно, мы понимаем, что каждая из этих эмоций имеет свои градации. Радость может быть на уровне ощущения блаженства, может быть на уровне легкого покалывания, соответственно, груди, которое называет теплые чувства. Презрение может быть на уровне ощущения собственного превосходства, такого в ярко выраженном варианте. Может быть, ощущение... Не, 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 не. А, еще отверстие, как я вспомнила. Отращение. Отращение. Почему нужно уметь играть на всех этих эмоциях? Потому что, когда вы закладываете смысловое ядро в вашу новость, именно смысловое ядро, это не о том, как выйти к людям и с гневом рассказывать какую-то информацию. Это именно формулирование потребностей. Вы понимаете, что, например, ситуация со сносом памятника архитектуры, она должна вызывать у людей как минимум удивление во втором варианте гнев. Да, возможно, у кого-то это будет на уровне раздражения, у кого-то на уровне ярости. Но самое главное, что мы здесь работаем с гневом. И когда мы формулируем это смысловое ядро, этот гнев нужно уметь в этих вызвать. То есть вам нужна обратная реакция, надо играть на базовых эмоциях. И в ином случае обратная реакция от людей не получится. Здесь понятно, я переворочиваю и дальше. Я планировала за 20 минут все рассказать. Так. А смех все-таки смех относится сюда? Смех относится к радости, но смех не эмоция. Смех – это физическое проявление эмоции. То есть... Амуты как желтые. То есть чего, а не кто-то для них рассказывает, чтобы они смеялись или что? Сожаление. Кстати, сожалению, да. Наверное, та самая шоколада запомнилась в фамилии психолога, который... Восемь тогда. А, слушайте. Возвращение. Восемь, что-то мне наверное, сгибы вспомнила. Сейчас в честь. А, и в стыд входит сожаление. Вот, вот так. Скажите, а сочувствие и сострадание совсем нигде нет среди базовых эмоций? Это боль. Это боль, да. Но сочувствие и сострадание, скажем так, оно, оно, все равно в основе свою иметь негатив. Человек сначала разнелан, а уже потом у него вызывают вторичные эмоции, что-то сделать с этим. Если вы проводите в гугле базовые эмоции, вы можете в Википедию читаться по этому поводу. Со всеми градациями и такими вещами. Дальше идет моя авторская схема. Не судите строго, она очень много раз пробована на практике. И она всегда работает, независимо от того, с какими компаниями, с какими клиентами вы даже получаете, с чем вы работаете как гаршик сцент по внешнему коммуникации. Итак, универсальная схема внешних коммуникаций выглядит таким образом. Здесь находимся мы, источник. Здесь находится получатель. В более общем смысле это целевая аудитория, но получателем может быть и один человек. Если вы идете делать две презентации, например, для человека, который вам нужен. Ваша задача, основная, между источником, то есть вами, и получателем установить их канал. Каким образом устанавливается канал, чуть-чуть попозже расскажу более подробно. Но главное, что, поскольку вы источник, вот таких вот получателей, у вас может быть большое количество, вам нужно понимать, как вы прописываете каждый раз этот канал к каждой аудитории. Если вы как активист работаете с госорганами по согласованию какой-то акции, это ваша одна целевая аудитория. Если вы работаете с конечными потребителями, людьми, которые должны к вам прийти, это другая целевая аудитория. Если вы работаете с собственной командой, чтобы мотивировать ее на то, чтобы что-то делать, особенно когда у вас ограниченные, ресурсы, это тоже ваша целевая аудитория. Соответственно, у нас есть источники, получается, есть канал. То самое самословое ядро, которое я более подробно расскажу, и которое строится, исходя из базовых эмоций, в пиаре называется ключевое сообщение. Вы сами понимаете, что ключевое сообщение по каналу никуда не пойдет, если у него не вырастут ноги. Вот здесь очень важно понять, что мы один раз на старте работы определяем себя как источник, определяем наши сильные точки. Один раз определяем нашу целевую аудиторию. Они могут чуть-чуть меняться со временем, но в целом эта схема делается один раз. В дальнейшем только чуть-чуть корректируется. Мы определяем ключевые сообщения один раз. А дальше, вот каждый день, чем занимаются пиарщики каждый день, хотя их работы практически не видно. Приделываем этим ключевым сообщениям ноги. Это называется транспорт. Каждый день придумываем идеи, которые помогут нам привести наши ключевые сообщения до наших получателей. Мы каждый день формулируем релизы, которые управляют в СМИ. Мы формулируем брифы, короткие описания тезисные, для больших раздорных статей, которые потом пытаемся запихать в Forbes, в российскую газету. Мы каждый день занимаемся тем, что придумываем транспорт в пределы и наши ключевые сообщениям ноги. Чем успешнее креативная команда, тем больше, скажем так, success rate, вот эта вот конверсия, да, из сырых идей в реальный транспорт, который поможет нам добраться до целевой аудитории. В данном случае, соответственно, СМИ мы целевой аудиторией не считаем. Это наш канал. Но об этом я иду. А можно вопрос? Да. А для каждого получатель свое ключевое сообщение? Ну, по правилу, да. Потому что у каждого получатель свои потребности. А можно для меня, не понимая, что вам же шафровать, как и что будет все деньги? Ну, беритесь чуть-чуть, я не знаю. А, понял. Извините, я буду всегда вперед. Итак, сейчас, соответственно, мы определили себя как источники. Надеюсь, с источником проблем нет, да? Потому что самоопределение это тоже важный момент. Я думаю, что у всех, кстати, все хорошо. А дальше целевая аудитория. Как мы, скажем так, раскладываем по полочкам нашего получателя? Для этого есть универсальная формула. Все люди, которые так или иначе связаны с коммуникацией, ее знают. НСИ, это маркетинговые коммуникации, складываются из 5W, и плюс H. Висиш, что там? Маркетинговые коммуникации. Не понял. Маркетинговые коммуникации. Почему? МСИ. А, МСИ? И так же понятно, что имя. М. М. МСИ. Когда я читала на фестихе, каких только вариаций, не вон, эту формулу, пытались привлечь Нштейна в целом массы и так далее. Короче, 5W, это очень просто. Это кто? ХУ. Что? Вот. Где? Когда? И самый главный вопрос вообще. Вопрос на ответ 42. Почему? H – это how. Это уже более преклонные действия. Соответственно, у нас есть киска вопросов, на которые мы должны ответить. Представьте себе, что у вас есть… Давайте просто заберем это на практическом примере. У вас есть целевая аудитория. Какая, например? Какой-то реальный кейс. Я с тобой. Ну, давай, давай, давай. Предприниматели. Предприниматели. Окей, отлично. Очень широко. Это как раз для того, чтобы разобрать. Итак, кто у нас предприниматели? Что вы от них хотите? Мы хотим, чтобы они приходили в нашу программу. Соответственно, вы продаете им что? Участие в катании. И что? Знания, навыки, опыт. Окей. Знания. Вы продаете где? В России. То есть, под кустом прятаться в области можно получить ваше знание. Ну да, если программа функциональная. Система. Главное, чтобы был интернет. Вот. Так что не под кустом. Интернет. Когда? Летом. Окей. И сезонность. И сезонность. Вопрос ключевой. Зачем им это надо? Чтобы соответствовать потребности в реализации себя. Они реализуют себя в бизнесе. Они предпринимательны. Да. Они запускают свой проект с идеей, которая еще не существует. Ну так а зачем вам? Они спускают свой проект. У них очевидно в голове что-то есть по поводу проекта. Зачем им ваше знание? А обычно они не знают, как это сделать. Они хотят, но они знают. Все, они не предприниматели. Они не предприниматели. Читают. Да. Зачем не знают. А кто? Кто? А, ключи люди. Это могут быть сотрудники НКО, сотрудники любой другой работы, которые помогают, что у них есть деньги, которые будут платить, но они не знают. Потому что они вложены в специальности и на них есть связание на выпуске, на маркетинге, еще где-то. И вот они, мне кажется, хотят погрузиться именно в общую среду. Если я их правильно поняла, то это люди в поиске самореализации. Ну и даже так. Мне кажется, это часть поиска себя или себя за себя. Я тут пишу коротко люди в поиске. Отлично. Ну, видите, у нас уже поменялась целевая аудитория. Так, еще раз ответим на вопрос, зачем нам это нужно? Получить поддержку и запустить свой проект. Да, работа не бабла. Если я правильно поняла целевую аудиторию, это не их цель. Можно выделить здесь ответ на вопрос, зачем? Например, единомышленники. Потому что, ну, просто потому что если ты спешатся в офисе и у тебя вокруг, если даже поговорить об этом, ты с места вряд ли скинешься. Единомышленники. Дальше. Ну, в общем смысле, поддержка. Но вы и зарпу не будете вести? Это поддержка. Это прям вот эти молодые слова поддержка. Поддерживать, держать. Дальше. На каким... То есть мы разобрали здесь, мы примерно поняли, какой-то человек, который примерно появился портрет, да? Какие базовые эмоции вы должны возникнуть у этих людей, чтобы они к вам пришли? Удивление? Доверие. А, да? Да, это все. Это все. Радость. Ну, радость от того, что они нашли место, где мы сейчас. Это уже в процессе. А вот чтобы привлечь. В процессе можно с ними делать все, что угодно. Но они к вам еще не пришли. Удивление. А удивление чему? Кто-то что-то хорошее может рассказать еще. Я вас уверяю, вы просто пейте в курсы для предпринимателей. Вы совсем не удивитесь. я бы выбрала боль, как базовую эмоцию, потому что у них потенциально есть эта потребность, ну, что-то сделать в реализации, но при этом они не знают, что с этим делать. И нереализованная потребность, ну, это всегда боль. Я бы выбрала некую градацию гнева, типа раздражения, что что-то вокруг происходит, а меня там еще нет. Это поможет мне закрыть мою боль. То есть, соответственно, больное раздражение в данном случае где-то рядом. Возможно, при каком-то там раскладе, смотря как, скажем так, формулировать эти смыслы, можно выбрать стыд в низкой градации по поводу того, что ну, как же так, я же могу, я ничего не делаю. Вот я сижу, а могу уже сегодня открыть компьютер, да, и начать заниматься. Теперь, зная, собственно, какие задачи, какие потребности мы закрываем людей, как выглядит человек, с которым мы работаем, мы можем формулировать, я перехожу дальше, ключевые сообщения. Что мы ему скажем для того, чтобы он пришел? Есть такая модель, камбас, бизнес-модель, соответственно, который написал мужик с очень сложной фамилией. Остер. Остер Вальтер, да, точно, у меня у ребенка эта книжка, у дочки лежит, поглушка. Катеньки красивая. У него вот, то, что мы называем приоритетичевые сообщения, можете записать себе модель Остер Вальтера, она в целом полезна для предпринимателей. Технологичные предприниматели делают, по ней все, включая презентацию стартные действия. У него, в этой модели, этот термин называется ценностное предложение. Из этого ценностного предложения собственно начинается все построение бизнес-моделей. Когда мы переходим на плоскость пиара, мы просто тоже ценностное предложение формулируем несколько предложений, которые будем включать во все наши недели и материалы. Еще раз. Ценностное предложение. Что мы ценного предлагаем людям? Ценностное предложение всегда начинается с продукта. Соответственно, при построении бизнес-моделей мы отталкиваемся от того, что продукт должен решать такие проблемы нашей целевой аудитории, которые потенциально никто другу не решает. Даже если он ничем не отличается от других таких же продуктов, нужно найти в нем нечто такое или добавить в нем нечто такое, чтобы он выделялся на их фону. Итак, какое у нас ценностное предложение с нашими курсами? Цена может влиять на вот эту разницу? Может. Цена это один из ключевых факторов. Мы сейчас входим в космос больше бизнес-планирования. Тоже просто зафиксируйте Астровальдера. Вам Google можно еще покажет. Опять передо извините я уже не буду рассказывать про модель как про это бизнес-планирование. Я просто хочу перейти от точнее провести вас логически от понимания ценности вашего продукта к пониманию тех ключевых сообщений, которые транслируются в СМИ. Ну или там в другом канале. Итак, возвращаясь к курсам под пустом Брянской области. В чем официальности? Очень тоже рассказываю. Чтобы сил делятся. Тоже много. Это еще больше мне кажется чем станет. Можно еще вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, если я по нем понимаю, то можно сказать как такой какой-то вступительный вебинар, когда рассказывается продукт, что он получаешь и чем мы хороши. Всегда ли он долго по времени должен проходить? Или все-таки есть этот момент? Это очень сильно зависит от того, что продается. Если например совсем далекий от жизни пример, если ребята выходят на SEO, на локчей платформу, вам просто термин надо объяснить. А как это работает, вам придется уложить в огромный вебинар, потому что люди, которые понесут там деньги, они должны понимать, куда они несут, что происходит вообще, о чем речь. А если вы просто предлагаете замечательную зубную щетку с лучшими характеристиками более низкой цене, чем в магазинах, я думаю, что людям не нужно объяснять, зачем нужна зубная щетка. Просто потому, что все и так знают. Каждый раз очень зависит продукта. Спасибо. Так вот, в чем ценность курса для предпринимателей, кроме того, что они дают все то, что у всех? Тоже у всяких. В чем она выражается? Может, какие-то уникальные спикеры? Я вот просто много бываю на мероприятиях, сейчас реже, правда, где-то читаю. Эксклюзив обещают все. Давайте отталкиваться от самого продукта, то есть не от содержания. Исходя из того, что я понимаю, как много программ в России заточены специально для социальных предпринимателей? Почему? Почему? Окей. редкость. Как много из них собраны по уму? Ну, с приличным составом спикеров, с структурированным контентом. Структурирование контента критически важно в данном случае, потому что люди, которые получают знания, они должны нефотически правильно идти по этому пути. Не должна быть сегодня должна быть практика, время попробовать что-то своими руками, потом снова теория практики, вот эти вот, ну, собственно, не методисты. Насколько структурированы курсы? Кремл-пдм вообще-то есть. Ну, там, бестселлер какие-нибудь. У вас же есть бестселлер? Ну, да, ну, да, 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 трехмесячных, это же уточнение, то таких, конечно, нет. Насколько высока вероятность, что на выходе человек получит что-то, что можно потрогать с рукав? Ну, например, свой социальный бизнес? Ну, проверенную идею прототипу и прототип 3 месяца до прототипа то есть экономия времени не вы смотрите в матери ? Мало программ для социальных предпринимателей есть какая-то градация как вот эмоциями по социальностям может какие-то базовые психологические эмоции больше касаются формулирования уже как вручил к сообщению мы сейчас копаемся в продакте Я не про эмоции я про то, что ценность тоже может быть возможно дотажить публичку походу из 20-12 да это есть у Астервальдера хотите я его сейчас гугл открыю и перепишу я специально написала сюда модель Астервальдера я не хочу читать бизнес-планирование у него ценностное продолжение еще 9 пунктов сейчас самое важное провести вот этот мостик между ценностным предложением то есть особенностями продукта который выделяет его из массы и ключевыми сообщениями потому что нам для работы соответственно с нашими каналами принцип понятен да а теперь вот это все нужно сформулировать коротко в абзац и вот прямо логически выстроить цепочку и очень убрать все возможные которые полезут в голову в этот момент украшательства вообще все и сформулировать этот абзац это и будет ключевым сообщением когда это готово над этим абзацем можно сидеть на самом деле потому что это очень сложно работать но она слава делается один раз когда это готово мы переходим к каналам и так у нас есть мы есть эти молодые предприниматели искать их нужно совершенно разных местах и например предприниматели которые сидят в НКУ они могут пользоваться одними каналами получения информации какие-то потенциальные студенты где-то там в ВУЗе которым собственно не прет писать на обычный диплом и хочет что-нибудь особенное и другой канал и каждый раз когда мы понимаем где находится наша целевая аудитория здесь я надену где мы строим туда каналы каналы классически делятся всего на три категории больших это собственные медиа медиа завоеванные медиа и платные медиа сейчас собственные медиа это все те ресурсы где вы можете зайти открыть компьютер пить и опубликоваться сайт фейсбук другие социальные сети какие-то там рассылки например где у вас есть своя собственная база описание вашего товара в интернет магазинах где вы можете управить как угодно найти какой смысл их ключевой момент в том что они абсолютно бесплатно заставят время человека который тратит на занос информации подготовка к информации забоеванные медиа это все что достигнуто в результате переговоров денег мы не тратим время тратим мы тратим время на переговоры со СМИ мы тратим время на то чтобы установить с ними лояльные отношения чтобы они в будущем более внимательно относились к нашим новостям мы тратим время например на то чтобы переговорить с какой-то площадкой которая нам интересна тут конференции и на этой площадке чтобы выступил спикер от нашей компании что-то рассказал любые действия где нужно переговариваться с людьми про эти не платим деньги сразу с завоеванными медиа соответственно платные медиа это все каналы оставшиеся с попаданием на которые мы платим деньги когда мы платим деньги это платные медиа очень важно понимать что двигаясь расширение выстраивание системы коммуникации двигаться нужно вот так потому что если мы не разобрались с собственными медиа у нас там ключевые сообщения не отражены непонятно кому обращаемся как то вот здесь вот это просто потеря времени люди придут к вам они не увидят там ничего для себя полезного и больше они к вам не придут даже если вы сюда пойдете выстроились здесь разобрались успокоились пошли дальше соответственно вести переговоры когда понятно что этот канал исчерпан или нужно очень быстро достичь результатов этого канала этот канал понятно он долгий и его в этот момент мало мы идем сюда но самое главное всегда иметь ввиду собственные медиа многие крупные бренды вот здесь окопались совсем сильно то есть например Тинькофф журнал очень крутой собственные медиа банка Тинькофф обеспечивает лояльность аудитории я думаю что больше чем будет платно из-за проекта в СМИ понятно что они содержат редакции внутренние расходы соответственно для того чтобы опубликовать что-то в собственном издании не нужно ни с кем договариваться никому платить это что касается каналов здесь есть вопросы? надо зашифровать поподробнее нет просто там где свои медиа в частности упомянули социальные сети но туда же приходят разницы в целевая аудитория аудитория мы должны транслировать один из них от себя несколько ключевых сообщений или как вот как это выглядит обычно если это маленький бизнес то у него ключевое сообщение одно например там лет 2 про себя про свой продукт вторая его аудитория например это инвестор социальные сети к ним они не полезут ну просто времени нет третья его аудитория например госсектор тоже не полезут и мы понимаем что за счет своей страницы в фейсбуке они коммуницируют в основном с B2C и с таким не очень скажем так продвинутым B2B и туда просто транслировать ценности своего продукта не составляет труда параллельно можно конечно распевать то как замечательная компания как быстро капитализация как мы скоро будем выйти на IPO и вообще больше инвесторских штучек но совсем не имеет смысла потому что те там биток инвесторов которые в принципе этим может быть интереснее там нет но при этом например если это же компания выходит там сайт фирма например в поисках себе инвестора вполне возможно может рассказывать все вот эти истории про капитализацию